О том, как писать и правильно оформлять исследовательские работы разного уровня, мы уже говорили в предыдущих модулях. А в рамках данной лекции мы подробнее остановимся на особенностях дипломной работы. Участь на бакалавриате со 2 по 4 курс включительно, вы, как правило, будете ежегодно писать и сдавать своему руководителю разные исследовательские работы и, естественно, требования к ним будут возрастать от года в год. Работа четвертокурсника – это без пяти минут диплом, в то время как на втором курсе работу вашу примут более снисходительно. Поэтому самое разумное – это с самого начала взяться за одну тему и, последовательно углубляя тематику, развивать ее на протяжении всех лет учебы с тем, чтобы в итоге написать по ней дипломную работу. Более того, если позволяет объем и качество накопленного материала, если у вас возникнет такое желание, то вы можете впоследствии продолжить разработку этой темы в написании диссертации. Следующий этап – готовая дипломная работа сдается на кафедру. Согласно существующим правилам, научный руководитель должен оценить дипломную работу и обосновать отметку в письменной рецензии. Если дипломная работа проходит процедуру защиты на кафедре, то результаты обсуждения и выставленная отметка заносятся в протокол заседания кафедры. Критериями оценки дипломной работы являются актуальность выбранной темы, глубина освоения и подачи материала, качество подбора и использования источников, степень самостоятельности выводов и общее культурное изложение, продемонстрированное автором дипломной работы. С одной стороны, дипломная работа – это расширенное и углубленное подобие курсовой. Поскольку к выпускному курсу у студента уже имеется опыт написания нескольких работ, он в общих чертах уже представляет себе, как выбрать тему диплома, как над ней работать и как вести себя на защите. С другой стороны, дипломная работа – это далеко не курсовая. Требования, предъявляемые к ней, на порядок выше и ее написание намного сложнее. Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц печатного текста, а примерный объем дипломной работы вдвое больше – это 40-60 печатных страниц. Если для реферата постановки проблемы достаточно, то в задачу дипломной работы входит не только постановка проблемы, но и нахождение пути ее решения или хотя бы общая обрисовка перспективы такого пути. Следовательно, с научной точки зрения уровень дипломной работы качественно отличается от уровня реферата и требует уже сформировавшихся навыков теоретического мышления. Следовательно, с научной точки зрения уровень дипломной работы качественно отличается от уровня реферата и требует уже сформировавшихся навыков теоретического мышления. Как известно, дипломная работа является квалификационной работой выпускника. Ее содержание показывает уровень общетеоретической и профессиональной подготовки студента. По уровню ее выполнения и результатам защиты экзаменационная комиссия определяет возможность присвоения выпускнику соответствующей квалификации и выдачи диплома, с отличием, без отличия, бакалавра или магистра. Таким образом, дипломная работа должна соответствовать следующим требованиям. Во-первых, содержать элементы научного исследования и выполняться на актуальную тему. Во-вторых, рассматривать проблему, не получившего достаточного освещения в литературе, то есть новую постановку известной проблемы. В-третьих, выполняться с использованием разнообразных научных методов и моделей. В-четвертых, содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы необходимо широко использовать ссылки на источники и иллюстративный материал. В-пятое, иметь четкое построение и логическую последовательность в изложении материала. О структуре работы мы подробно говорили в прошлом модуле. Шестое, завершаться ваши дипломные исследования должно обоснованными рекомендациями и доказательными выводами. Здесь стоит договориться, что выводы – это самостоятельная часть диплома, в которой не стоит снова пересказывать формально содержание работы, как некоторые привыкли думать. В выводах нужно сделать следующее. Первое. Оценить степень достижения цели и выполнения задач работы. Второе. Перечислить и сжато охарактеризовать известные научные подходы к исследуемой проблемы, а также выделить новые аспекты и дискуссионные вопросы, подлежащие дальнейшему изучению. Третье. Определить, что в вашей работе является ценным и новым, и что требует дополнительного анализа и уточнения. Благословений вам в написании ваших исследовательских дипломных работ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.